Чем занять своего ребенка во время каникул? Сегодня этот вопрос задают родители всей страны. Взрослые стараются сделать все необходимое, чтобы ребенок отвлекся от напряженных учебных занятий, не сидел перед телевизором и компьютером, а провел время с пользой. Что делать, куда идти и чем заняться в Наринмаре? Ответ на этот вопрос искала Елена Семеновичева. Ученица 6 класса 4 школы Галина Безумова считает себя домоседкой. Среди любимых занятий – чтение. Но есть одно хобби, которое уже второй год и даже в каникулы способно оторвать девочку от привычных дел. Занятие в школе юного исследователя при Пустозерском музее-заповеднике. Мне интересная история с самого Пустозерска. Мы ездили в сам Пустозерск, нам показывали сами памятники, показывали нам и сами эти истории памятникам, например, кресты. Для любителей краеведения в школе можно получить навыки научно-исследовательской работы, лучше узнать историю родного края, а главное – побывать лично в местах исторических событий. Участники посещают и выставки, и мастер-классы различные, как связанные с Пустозерском, так и на другие тематики. А в мае у нас традиционно два мероприятия. Мы участвуем в акции «Бессмертный полк». У нас ребята ходят с нашими Пустозерами. И традиционно они помогают, как волонтеры оказывают помощь Ночь музея. Одним из мастер-классов этой школы является обучение ребят о замархеологии. На этих занятиях каждый может окунуться в мир раскопок и найти свой уникальный артефакт. Занятия в школе абсолютно бесплатные и проводятся один раз в неделю по субботам в 15.00. А для поклонников книг в свои двери открывает Ненецкая центральная библиотека имени Печкова. Традиционно в дни весенних каникул детский отдел встретит своих лучших читателей и проведет для них неделю детской книги. Для читателей первых девятых классов пройдут познавательные мероприятия. Завтра всех любителей чтения ждет увлекательная викторина по книгам-юбилярам. Как вы знаете, у всех книжек есть, наверное, юбилей. И вот завтра ребятки смогут узнать, какой книжке, сколько лет. Вот на этой выставке можно даже увидеть, сколько лет книги, допустим, Андерсону «Новое платье короля 180 лет» и так далее. 30 марта день театра отмечается. И у нас тоже будет проходить театрализованное представление путешествия по сказке. 1 апреля все дети любят очень квест. И 1 апреля для них пройдет увлекательное путешествие по Книжному океану. А завершится неделя детской книги 2 апреля праздником книжкиных именин «Зов морожковой земли», посвященных 85-летию Прокопию Андреевича Евтеса. Научиться гончарному делу и смастерить посуду, как это делали в древние времена. Все это можно сделать благодаря интерактивным занятиям по программе «Родная старина», разработанных для детей от 5 до 11 лет. Их участники совершат путешествия в мир русской истории, познакомятся с традициями и укладом жизни русского народа, увидят уникальные экспонаты из фондов музея, выполнят различные творческие задания. Пытаемся сделать глиняную посуду, как это делали раньше. У нас в экспозиции археологии занятия проводятся. Еще до изобретения гончарного круга, как люди делали, просто брали кусок глины и разными техниками делали из них горшки. У нас такая форма, у нас, конечно, горшочки маленькие. Они, в принципе, повторяют форму, как раньше делали горшки. Занятия эти проводятся с целыми группами ребят. Заявки на проведение принимаются по телефону 4-20-60. Вся спортивная жизнь Ненецкого округа за последние 80-летия представлена на выставке «Быстрее, выше, сильнее». Здесь многочисленные кубки, спортивные нарты, лыжи 70-х годов, а также спортивная форма хоккеистов с автографом Владимира Владимировича Путина. Кроме того, выставка раскрывает историю ГТО в Ненецком округе с 1930-х годов до нашего времени. Историю окружного спорта представляет 176 экспонатов, не считая фотографий. Многие из них представили ветераны спорта. Создатели постарались максимально показать личный вклад в развитие спорта тех жителей региона, для которых он стал образом жизни и профессией. На эту, без сомнения, интереснейшую выставку можно сходить всей семьей. Главное – успеть до 9 апреля. Бассейн, волейбол, баскетбол, такфандом, мини-футбол, лыжи, каток и многое другое. Для любителей спорта в Ненецком округе тоже есть где разгуляться. Дворец спорта «Норд» к примеру в связи с огромным наплывом посетителей увеличил режим работы с 6 утра и до последнего клиента. А еще из своего зимнего сна пробудился всеми любимый «Мишка». В субботу в заповеднике состоится традиционный праздник «Мишкины потягушки». К слову сказать, время каникул – замечательная возможность открыть для себя что-то новое. Поэтому бросайте планшеты и телефоны, берите под ручку друзей и родителей и вперед за новыми впечатлениями.